Добрый день! На Гомельшине протягивается проведение сходов уполноваженных по внушению делегатов 5-го Усебелорусского народного схода. Сегодня кандидатуры у дельника у форума назвали областным центром. Какие пожадания выказывают уполноваженные и что пропадают сами делегаты, ведая Олег Синтероу. 350 минавитостоки делегатов представить Гомельскую область на 5-м Усебелорусском народном сходе. В представительство непосредственно 90 человек. Их кандидатуры повинны назвать им тысячи уполноваженных от всех працанных коллективов города. Простовники органов улады и предприемств, деячи науки и культуры, работники сферы охоты здоровья и специалисты научных установ. На Усебелорусский народный сход вылучаются делегаты от всех сверхнародных господарков. Такое представительство отлумачивается необходностью обмеркования в виде широкого кола пытания. И перш за все необходимо подвести выники развития краины за последние 5 годов и вызначить планы на новую пятигодку. Уже все лета необходимо передолить негативные заявы у экономицы, в связи с чем вельми вероходно спотребятся певные коррективы деяческого законодавства у тымнику для предприемств-экспортеров. Может быть рассмотреть какие-то вопросы именно касающиеся наших белорусских предприятий. Возможно ли для нас какие-то программы, которые позволили бы нам представлять свою промышленность более на благоприятном рынке. За минулую пятигодку в Беларуси створены неодренный подмурок для дальнейшего развития. Непосредственно в Гомеле в этот период означалася становшая динамика работы промыслового комплекса. Вырублена продукция больше как на 140 триллионов рублей. Экспорт повележився на 85% и достигнул 12 миллиардов долларов. Разом с этим есть проблемы, которые не выращаются протягивающие часы. Одно из них в послании белорусскому народу и национальному сходу, а вот президент Краины. Необходно навести парадок в медицине и перш за все зарабить больше эффективную работу поликлиник. Сегодня для этого есть усе макшимости. За счет электронного рецепта, за счет электронной карты амбулаторного больного, ну и за счет теперь же информационной системы настолько развитые, что и по скайпу можно получить какую-то консультацию от врача, не сидеть в очереди в поликлинике. У историчном масштабе пять годов невеликое мгнение, али и за такие часы можно узмацнить Краину и разбурить ее в расшении пятого Всебелорусского народного схода вызначить курс социально-экономичного развития державы на ближайшую пятигодку, якими и они будут залежать от кожного делегата. От того, насколько взвешенно будут приниматься решения на собрании, зависит, напрямую зависит во многом, и то, какими темпами, как будет развиваться наша страна и по каким направлениям. Протягиваем выпуск. У Светлогорску организуют вытворшись вискозного штапельного волокна. У Гомеля будут рабить перфорированные металличные листы. Это только малая частка договору и погоднению об супрасовнестях, які будут подписаны с белорусскими и замешными инвесторами подчас 13-го Гомельского экономичного форума. Этот форум, не глядячи на агульное, не просто экономичное становище, обязает быть самым масштабным. Як означали у Комитета экономики, бизнесмены зараз шукают новые рынки и шляхи перепрофилирования тим модернизаций предприемствов. У делу в Гомельском экономичном форуме приймуть больше за 600 человек, а май с 30 краин света. Ранее агульная колькость у денег удосягала 500. Рекорд будет поставлен и по делу замежных партнеров. До того же першиню, цикавость до форума выказали Аустрая, Ирланды, Кыргызстан, Узбекистан и Хорватия. У нас будет принимать впервые участие две очень крупные делегации. Одна из Чехии, 55 человек. Среди них 35 – это бизнесмены, заинтересованные в экономическом сотрудничестве с Гомельской областью. И возглавлять эту делегацию будет министр промышленности и торговли Чехии, Младык Яну. И вторая делегация тоже у нас такой крупной никогда не была. Это международные диаспоры белорусов. Приеде у Гомеля делегации сирийской провинции Хомс, у якой знаходится знакомитая Пальмира. Простойники этой территории выказали готовность не только до подписания погоднения об сябровстве и супрацовнестве, а и до работы с нашими будовничными организациями. Основный акцент, як и ранее, будет сделан на промысловость. Дякую, что по передним форумам у экономику региона было притягнуто больше, как полтора миллиарда долларов. Зараз 11 подписанных подчас пленарного посяджения договора и погоднению дадут яше 300 миллионов. Очень интересный проект с Российской Федерации будет. Это строительство и создание системы регистрации транспортных средств и обустройства границы нашей с Украиной. То есть это упростит и проезд, ускорит, и все будет автоматизировано. Усяго Гомель подрихтовал для инвесторов около 150 пропанов, больше за 200 участков, утым ликуют для организации вытворчасти и амаль 150 объектов нерухомости. Засталося только захавать добрую традицию по передних форумам и максимально затекавить инвесторов. До рэши размова про подрихтовку до проведения 13-го Гомельского экономичного форума подзяс сегодня в программе «Деялог». Гостей студии станет намесник старшинниками ТЭКОНОМИКИ Гомельского обл. ВКОНКАМА Оксана Корняенко. Программа выйдет у эфиру 19.05 хвилин, одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры». Почас эфиру будет працаваць телефон промой линии. Задать свои пытанье можно по номеру 77-68-45. До инших тем. Сотни людей отгукнулися на заклик об допомозе двугодовому Матвею Курбека. У хлопчика тяжкая природженная урологичная патология. На операцию потребуется велизарная сумма, собрать якую самостоянно батьки не в силах. Каб допомогши ему, гэтым беларуськие артисти дали у Гомельским ГЦК добрачный концерт. Про великую боротьбу маленького человека сюжет Ганны Ковалевой. Матвейна родился 8 мая 2014 года. Малому одразу поставили диагноз «Экстрофия мочевого пузыра». Тотальная эпизпадая. Гэта наибольшь тяжкая природженная патология в аурологии. Уже на четвертый день життя хлопчик перенес первую операцию. Потом был тыдень у реанимации и зноу операцийный стол. Зараз стоит пытанье об третьей операции провести, якую готовые сербские урачи. Головная пирашкода на шляху до здоровья неподъемна для батьков кошт лячэня – 12,5 тысяч евро. С самого начала было очень сложно. Было очень тяжело, очень трудно, потому что не осознавалась вообще сама ситуация. То есть как это, что вообще, что дальше делать, как это будет для ребенка. Он маленький еще, все-таки ребенку два года, вот только 8 числа исполнилось. Но несмотря на это, вот я всегда к нему отношусь, что он такой большой мужчинка. Потому что он все переносит стойко, никаких слез, никакой паники, истерики. У Саковику сербская клиника дала отказ, и мама Матвия вырошила, что як бы там ни было, сберы потребную сумму. На чужую бяду пошли отлукаться зусим незнаемые люди. За некольки месяца удалось собрать 6,5 тысяч евро. Наблизить лишь буду потребной вырошили допомогчей белорусские артысты. В Гомельском городском центре культуры с этой нагоды отбылся добраченный концерт. На сцену вышли удельники ведомых белорусских и замежных телепроектов, представники модельной сферы и многие иншие. Каждый раз, когда каким-то образом я слышу о том, что проходит благотворительный вечер, я всегда только за выступление, неважно в каком городе. Приехали сегодня из Минска, и для нас совершенно неважно, в каком бы городе такое мероприятие проходило. Мы всегда рады приложить как-то руку... Свою руку. Да, к мероприятию. Вообще к сотворению какого-то добра, поэтому я считаю, что все должно получиться. Усех эти люди в этот вечер выступали бесплатно. Гроши от продажи квитков будут перелечены на добраченный рахунок Матвея. До речи у себя за некольких годин удалось собрать амаль тысячу евро. Операция отбудется с 6 вересня этого года. Напереде еще некольких месяцев, а это значит, у маленького Матюши есть все шансы стать здоровым. Да помогать детям, может, и вы перелечившие гроши на рахунок, який зараз видите на своих экранах. Я не ожидала, что можно встретить вообще-то вот таких, настолько таких людей, которые готовы так помогать. Хочу выразить большую благодарность всем, кто распечатывал, всем, кто помогал со всеми благотворительными концертами, акциями. Хочется именно каждого благодарить. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня разом с усветной супольностью Беларусь устракаем Международный день музею. 152 музея Беларуси ветливо отшиняют свои дверы на ведвольника. На гомельшине профессийное свято означают каля 200 супрацовников 26 держанных музейных установ. Тысячи экспозиций, 12 тысяч экскурсий, полторы тысячи самых разноплановых культурно-массовых мероприемств. Такие суммарные вынники их працы за год у Лишбах. Але у справе захований историко-культурной спадщины, патриотичного выхования их роля неоценная. По традиции, в мае на ведвольников запрашаются на акцию «Ночь музеев». Музей Мастров под открытым небом уже наведали гости картины галереи Гаврила Вашенки. Музей истории города селит и раскрывал сокрыты кавальской справы. На этом тыдне эстафету примет гомельский палацово-парковый ансамбль. 20 мая тут пропонуют неверогодное фантастичное шоу с множеством загадок. Для анна ведвольника урыхтуюць уникальная подорожа про стагодзи и сусветы. Треба отзнашить, на гомельшине музейная справа развивается, з'являются и новые установы. Приклад тому самый молодый державный музей Пакалюбецкий. Он был створен 4 года тому. На этом выпуск завершено. У студии працавала Маргарита Шбокова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин